Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с темой вычисления значения числа π методом Монте-Карло. Напомню, что моделированием называется процесс создания и использования моделей для решения практических задач. Процесс моделирования возникает при решении любой задачи, всегда занимает какое-то время и проходит в несколько этапов. Основными являются следующие этапы. Постановка задачи, выбор плана создания модели, создание документальной математической модели, создание документальной расчетной модели, создание компьютерной расчетной модели, проверка адекватности модели и получение решения задачи с помощью модели. Рассмотрим пример из учебного пособия. Методом Монте-Карло вычислить значение числа π. Из предыдущего параграфа вы знаете, что метод Монте-Карло позволяет вычислять площади плоских фигур. Если этим методом найти площадь круга S заданного радиуса r, то, пользуясь известной формулой S равно πr квадрат, можно найти значение числа π. Получим π равно S, деленное на r квадрат. Создадим документальную математическую модель. Построим базовый квадрат со стороной 2 и вписанный в него круг единичного радиуса в прямоугольной системе координат, как показано на рисунке. Теперь случайным образом будем перемещать точки песчинки в квадрат. Положение каждой точки определяется парой координат x, y, где x больше 0 и меньше 2, и y больше 0 и меньше 2. Тогда песчинки будут находиться внутри квадрата. Так как радиус равен единице, то площадь базового квадрата S0 равно 4. Площадь квадрата вычисляется по формуле S равно А2, где А – сторона квадрата. Обозначим переменной S, искомую площадь круга. Для вычисления значения числа π воспользуемся выведенной ранее формулой π равно S, деленное на r квадрат, которая для единичного круга получит вид π равно S. Для вычисления площади круга будем использовать основную формулу метода Монте-Карло. S равно k, деленное на n, умноженное на S0, где n – общее число случайных точек, попавших на квадрат, k – число случайных точек, попавших на круг. В нашем случае S равняется k, деленное на n, умноженное на 4. Оказывается, что для вычисления значения числа π достаточно вычислить площадь единичного круга и подсчитать общее число n точек и число k точек, попавших в круг. Из математики известно, что уравнение окружности радиуса r с центром в точке с координатами АВ в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид х-а в квадрате плюс у-б в квадрате равно r квадрат. В нашем случае получаем х-1 в квадрате плюс у-1 в квадрате равно 1. Тогда, если х-1 в квадрате плюс у-1 в квадрате меньше либо равно 1, то точка песчинка попадает в круг. Для создания компьютерной расчетной модели можно использовать электронные таблицы или язык программирования. В программе на языке Паскаль следует организовать цикл фо с числом повторений n и в нем генерировать случайные координаты х и у точек на базовом квадрате. Для генерации координат точек воспользуемся функцией рандом. Функция генерирует случайные действительные числа от 0 до 1. А координаты точек песчинок на базовом квадрате должны принимать значения от 0 до 2. Тогда координаты точек нужно вычислять, используя выражение 2 умножить на рандом. Для подсчета числа точек, попавших на единичный круг в цикле, следует использовать оператор if с условием х-1 в квадрате плюс у-1 в квадрате меньше либо равно 1, попадание точки в круг. И при выполнении этого условия операторам k присвоить значение k плюс 1 организовать накопление значений переменной k как счетчика. После цикла необходимо организовать вывод результата на экран. В системе Pascal ABCNet объявим переменные n и k типа integer для хранения числа точек песчинок на базовом квадрате и на круге соответственно, а также переменные s, x и y типа real для хранения значений площади круга и координат точек песчинок соответственно. В основном разделе программы задаем начальные значения. n присваиваем значение 1000, k присваиваем значение 0. И организуем цикл for с начальным значением переменной цикла 1 и конечным значением n. Так как и счетчик цикла, то объявим его как переменную типа интеджа. В цикле будем присваивать случайные значения координатам очередной точки. x присвоим значение 2 умноженное на рандом и y присвоим значение 2 умноженное на рандом. С помощью условного оператора if организуем подсчет числа k точек, которые попали в круг. Далее подсчитываем результат и точное значение числа песчинок. Адекватность модели проверим сравнением полученного значения с известным значением числа пи. Протестируем программу в среде программирования. Результат выполнения программы вы можете видеть в окне вывода. Запустим программу еще раз. Получим новое значение числа пи. Можем еще раз запустить. И еще одно значение числа пи. При числе повторений 1000 заданное значение должно находиться в пределах от 3,0 до 3,3, в чем вы могли убедиться выше. В результате нескольких запусков программы можно заметить, что для числа пи точно определяется только целая часть значения, число 3. Уточнить результат позволяет увеличение числа n точек песчинок. Увеличим число n в 100 раз, дописывая в программе нули в его значение. Запустим программу несколько раз и посмотрим результат. В результате нескольких запусков программы можно убедиться, что в значении числа пи определяется уже два разряда – 3,1. Увеличим число n еще в 100 раз. Запустим программу. Точность вычислений увеличивается до 3 разрядов – 3,14, но при этом растет и время исполнения программы. Таким образом, при выполнении программы для разного количества точек мы получили результат – пи 3,141. В данном видеофрагменте мы с вами учились вычислять значение числа пи с разной точностью знаков после запятой методом Монте-Карло. Чтобы проверить, как вы усвоили материал, выполните следующее упражнение. Перечислите этапы моделирования в задаче вычисления значения числа пи методом Монте-Карло. Введите текст программы Монте-Карло-1 в систему Паскаль-АБЦЕНЕТ. Выполните программу для n, равная 1000, 100000 и 10 млн. Создайте модель для вычисления значения числа пи метода Монте-Карло в электронных таблицах, построив рабочую таблицу размером в 1000 строк для подсчета числа k. Сравните результат с полученным ранее.